Изоляция – наиболее эффективный способ сдержать пандемию. В сложившейся ситуации люди, находясь на карантине, испытывают как краткосрочные, так и долгосрочные проблемы с психическим здоровьем, включая стресс, бессонницу и эмоциональное истощение. Для того, чтобы справиться с уровнем тревоги, у людей практически психолог Зульфия Чекуева оказывает всем желающим бесплатную помощь в онлайн-режиме. Как вести себя в состоянии агрессии, как справиться с негативной информацией и что нужно делать в период пандемии, расскажет Альбина Ламкова. В период пандемии коронавируса в стране объявили самоизоляцию, а для её нарушителей введены штрафы. Все эти действия, как и сама тема вируса, стала часто обсуждаться в сети. Каждодневно публикуются различные комментарии. А чтобы снизить информационную токсичность, лучше всего в этом случае доверять экспертам – докторам, вирусологам и психотерапевтам. Для того, чтобы погасить агрессию, в психологии применяют различные приёмы. Прежде чем что-то сказать, ну вот просто рука на руку и сильное давление. Вот прям вот выложите всю свою силу, весь свой негатив вот именно в это противостояние, в данном случае условное и символическое. Это тоже облегчит. Руки за шеей и точно так же посопротивляться. Вот эти простые упражнения можно за спинку стула взяться, как хотите. Да, ну вот именно физическое давление и сопротивление в теле, когда вы почувствуете, это, ну я не скажу, что это прям вообще решение всех проблем, это снизит однозначно вот то напряжение, которое вы испытываете. Человек, находясь в чрезмерно тревожном состоянии, теряет способность трезво мыслить. И поэтому поддаваться панике и выражать свои негативные эмоции, безусловно, не стоит. Сейчас не лучший момент для выплескивания и не лучший момент для глотания. Первое, это осознать. Но надо сказать, вот сейчас что-то происходит, что я очень сильно зол или зла. Да, вот мне прям настолько сейчас я себя чувствую не очень хорошо, что меня прям распирает на части. Вот проговорить для себя, чтобы вы понимали, что у вас это есть, значит вы уже это не скушали и вам это не навредит. А дальше сказать, вот психолог говорил, а сейчас проверю, работает или нет. После выполнения вышеуказанных рекомендаций нужно найти для себя минут пять, сесть и расслабиться. Просто выровняйте свое дыхание и понаблюдайте за медленным вдохом и в два раза медленней выдох. Если у человека высокое артериальное давление, то не надо напрягаться при этом. Вот просто дышите спокойно, но выравнивая дыхание, через три минуты адреналин рассасывается в крови, говорят. Поэтому три-пять минут, если вы подышите, не 30 секунд и скажете «не помогло», это тоже облегчит ваше состояние. Конечно, приемов и способов по стабилизации и борьбе с уровнем тревоги у людей множество. А как и когда их применять? Зульфия Чекуева консультирует всех желающих в онлайн-режиме бесплатно. К психологу можно обращаться с пяти до восьми вечера. А если не получилось дозвониться, то можно написать ватсап по номеру телефона 8 928 028 57 71. Мы работаем со здоровыми людьми. Когда вы можете обратиться, по любому вопросу. Если вам хочется поговорить, я уже думала, может, назвать звонок другу. Вот просто хочется поделиться, поговорить. Или не справляетесь с какой-то ситуацией, или со своими чувствами, эмоциями. Не стесняйтесь, лучше проговорите. Альбина Ламкова, Расул Бердиев. Вести. Карачаево-Черкесия. Карачаевск.